Здравствуйте! Сегодня видео под названием «Жить тоже вредно, от этого умирают» Неотягощенным интеллектом посвящается Кстати, как вы оцениваете это и подобное этому высказыванию? И этих, кто такое высказывает? Как же любят иные протестующие, небольшого ума люди выкрикивать эту фразу, от которой им сразу становится легче? Сказали какую-то чушь с видом победителя? Похвалили себя мысленно за эрудицию? С радостной ухмылкой. И жить сразу стало легче. Можно и не думать, не сомневаться, не переживать, не меняться, не прикладывать никаких усилий в жизнь. Слышали такие фразы от кого-то? Или, может, не дай бог, сами такое произносили? А я их читаю каждый день по 10-20 штук. Особенно после моих двух видео про чай и даже под видео про хурму. Что ж, пора бы подобным неразумным дать по голове дубинкой разума, чтобы они очнулись от своего идиотизма, самообмана и горделивой напыщенности. Итак, почему они такое говорят? Из-за чего они несут эту несусветную чушь? Что же они хотят на самом деле этой своей фразой сказать? А этим они протестуют, не желая думать, боясь думать, чтобы не озадачивать себя сомнениями, не переживать, не пытаться делать усилий, чтобы изменить свои любого рода вредные привычки и зависимости. Трудиться им лень. Они хотят получать наслаждение даже ценой разрушения разума. Они, говоря такое, выкрикивая эту идиотскую, лишенную всякого обоснования и разума фразу, отбивают как щитом все то, что мешает им жить ради своего брюха и удовольствий. Они потакают своему невежеству и лени, так как они плывут по течению легкого и приятного им пути деградации. Они так себя защищают от борьбы с ленью, от борьбы за здравомыслие, за здоровье. Они себя так успокаивают и ободряют. Некоторые, редкие из них, искренне убеждены, что не думая вообще, что то, что они едят, что любят, это полезно или нейтрально. Просто на основании того, что они хотят в это верить. И тогда они начинают придумывать дешевые отмазки. Но чтобы и дальше не думать и легче жить, чтобы оставить и дальше это нечто вредное в своем рационе. Например, говорят так. Все это фигня. Всю жизнь это ели, пили и ничего. Или. Мои бабушки и дедушки всю жизнь это ели и прожили 90-100 лет. А иные, совсем редкие индивидуумы, честно заявляют то, что 99% других, не имеющих смелость показать себя примитивными брюхоногими, хитро это скрывая, прикрываясь подобными дедскими фразами, вроде названия данного видео, так вот иные смело заявляют, как некая флора F. Внимание, люди, вдумайтесь, что говорят подобные люди. Правильно, это когда вкусно. Поняли? Правильно, это когда вкусно. От еды надо получать не только пользу, но и удовольствие. Еще надо бы в конце сказать, хе-хе, правильно, когда вкусно. Так вот, именно так. Ну скажу на это вот что. Тут можно было бы не кривить душой и сказать корректнее и честнее. Вообще убрать это идиотское слово пользу. И оставить всего лишь правильно, это когда вкусно. Что ж, это их девиз. Нет флора. Как бы вы ни хотели, правильно, это всегда и только, логично и разумно. А то, что вредно, но вкусно, должно быть исключено из рациона разумного человека. Вот это будет правильно. Иначе правильно будет и то, что маньяк, скажем, насилует детей, потому что ему надо получать удовольствие. Его удовольствие. Да, но у него такое. Он так искренне думает. Но попробуйте произвести над собой усилие, беспристрастно подумать над этим, что я сейчас вам сказал. Вот без веры, без блоков, самозащиты. И осознать, что это именно так, то есть истина. Это я вам абсолютно корректный пример на логику дал. Вот все то же самое по сути. Вы сказали по сути то же самое. И еще флора и ей подобные. Надо правильно говорить не удовольствие, а наслаждение. Говоря о еде, удовольствие это иное. Надо пояснять. А понимают ли они, что говоря вот эту чушь, они позорят высокое звание человека разумного? Нет. Почти никто из них этого не понимает. Но от этого истина никак не меняется, а они позорят о себя и общество, так как голумятся над разумом, логикой истиной. А что по сути дает эта заглавная их любимая фраза? Жить тоже вредно, от этого умирают. Ничего не дает, кроме оскорбления любого разумного человека, кроме осквернения разума человеческого. Пояснить очевидное? Видимо придется. Итак, фраза идиотская звучит так. Жить тоже вредно, от этого умирают. Так вот, для дураков, умирают не от жизни, а от ее прекращения. То есть умирают от противоположного жизни, от смерти. Не очевидно? А вот они, эти неразумные ахайники, как раз ускоряют свою смерть своими вредными поступками, привычками и бесчестно заставляют себя не думать об этом такими вот идиотскими мантрами. И ладно бы про себя это говорили, а то ишь, гордятся своей дурью публично, гордятся своим низким интеллектом. А жить не вредно, а полезно. Полезно жить. Почему? Да потому что просто вы живете своим существованием в этом мире, иначе люди бы и не жили вовсе. Не было бы людей иначе. Итак, все в мире подчинено законам причинно-следственных связей. А они есть, эти связи? Да, конечно. И все биохимические процессы в нас идут по тем же самым законам логики. Так полезно ли жить? Да, полезно, а не вредно. Коли человечество существует, и нам дан разум, значит есть надобность, цель, причина и смысл жизни. Даже если вы их не видите, или даже если не хотите видеть, и даже если вы не хотите жить, это не имеет никакого значения для истины. То есть ваше мнение никакого значения не имеет. Не мнения должны быть, а знания. А вредно иное. Вредно быть идиотом. Ну, в смысле дураком. Низко интеллектуальным существом, несущим такую чушь, быть вредно. Вредно скатываться все ниже и ниже, деградировать и радоваться при этом этому. Вот это еще вреднее. Вредно обманывать себя низкой ложью и потакать своей дури и лени. Вот кем надо быть? До какой низости надо опуститься, чтобы вываливать прилюдно на всеобщее обозрение такие перлы? Нет, я понимаю, что сейчас в моде и почете быть дегенератом. Главное иметь свое гордое мнение и безапелляционно его выбрызгивать в этот дивный мир. А вот в СССР были в почете мысли, продиктованные разумом, пусть это вас удивит, разумом, обоснования сказанного, размышления, рассуждения, доказательства аргументами обратного. А теперь в мире наслаждения и беспричинной гордыни от своей уникальной неповторимой личности, вокруг которой крутится весь мир, это вырожденчество стало нормой. Но не для всех, уверяю вас, а только вот для таких дегенератов. Да, представьте, еще не все таковы. А жить надо не ради еды, а надо есть ради жизни. Жизнь есть развитие и созидание, есть самосовершенствование, как физическое, так и духовное. А деградация – путь к смерти, как физической, так нравственной и духовной. Вы можете продлить себе качественную жизнь, а можете ускорить болезни и смерть, в том числе и тем, что и как вы едите и пьете. И вот вместо того, чтобы поблагодарить меня за вразумление и измениться к лучшему, осознав необходимость в этом, к лучшему для себя же, а они хотят наслаждений, деградации, протестуют, злятся и выпендриваются. Ну, получайте тогда дубинкой и подумайте, кем вы стали, кто вы есть. А порядочный человек должен сказать себе так – ужас, а ведь я действительно превратился вот в это – все, хватит, нельзя так жить. Вот как я в видео о чае и что я там сказал? Я обосновал биохимически, например, что танины в чае связывают многие минералы, а это абсолютная научная истина, препятствуя их всасыванию, тем самым возникают дефицитные состояния. Потому лучше не пейте черный чай, сказал я там, или по времени от еды отдалите, разнесите прием чая и пищи. Также я сказал, не запивайте еду, объяснил почему. И что лучше пейте вместо черного чая, и вам чай кипрей или травяные сборы полезные. Я пояснил все нюансы и даже замену предложил. Допущение дал менее вредное. Обосновал почему, а что в ответ от этих протесты и дебилизм. Жить тоже вредно. Ну не дебилы ли? Конечно дебилы. Вы скажете, грубо я говорю? Нет, сверх мягко. Так что же они такими фразами говорят, выкрикивая вот эту чушь? Что лежит в основе их выходок? Очень просто. Они подсознательно допускают то, что это что-то вредно. Но поскольку они это любят и не хотят подрывать веру в желаемое, и категорически не хотят и не будут делать усилия над собой, чтобы менять свои привычки, устранять вредные зависимости, не понимая даже, что они просто слабаки и тряпки, так как зависимости диктуют их поведением, точнее языком и пальчиками, которые умеют бойко бить по клавиатуре, чтобы написать такую чушь и гордиться этим. Так вот они понимают, но для своего самоуспокоения несут эту чушь. И тем самым они предпочитают смерть, жизни и врут себе и другим. А от малых заблуждений и глупости возникают большие, от малого вреда – огромный тотальный. Потому, дорогие товарищи, если слово «разум» для вас хоть что-то значит, и вы хотите развития, а не деградации, перестаньте употреблять идиотские выражения и высказывания вроде этого. И помните, не может быть оправдания дури и невежества, лжи и лени. Прекращайте уже позорить звание человека разумного, всегда аргументируйте свои протесты, чем? Знаниями, фактами, логическими измышлениями, а не идиотскими выкриками и дешевыми своими желаниями, показывающими ваш низкий уровень интеллектуального развития, а точнее высокий уровень деградации. Обосновывайте всегда обратное, не верой своей в желанное и привычное, а доказательно только логическими контраргументами. А вот пишет некий Андрей. Всего два слова пишет. Это все, что он уяснил из моей лекции. Жить вредно! Ну что можно ему сказать? Умирай, дурак, повесься лучше, всем будет только хорошо от этого. Товарищи зрители, если увидите подобный бред от неразумных под моими видео или где-то еще, ну не поленитесь вразумить протестующего и дайте ему ссылку на вот это данное моё видео, хотя, как правило, я таких баню или грубо ставлю на место. Ну а теперь просто буду давать ссылку, чтобы они поняли, кто они такие на самом деле, они будут злиться, они и сейчас что-нибудь будут писать, ну правда меньше, потому что сказать им будет нечего. Это будет видно по дизлайкам, и это вот ясно. Но ничего не напишут почти никто. Только самые отъявленные отморозки, потому что логически опровергнуть то, что я сказал, привести контраргументы, доказывающие обратное, невозможно. И еще я советую вам, посмотрите вот эти мои видео, тоже направленные на пробуждение логики здравого смысла. Вот это видео под названием «Все понятно, реклама». Таким же вот в моих видео, когда реклама есть, их это злит, они протестуют, и им все сразу понятно становится. Так вот для них вот это видео. Потом вот это видео великолепное про зацикленность. Потом вот это видео про то, что, мол, мой дед пил, курил, ел все подряд, прожил 95 лет, так что все это фигня. Это насчет там ЗОЖ и так далее, да? Вот им хороший мой ответ. Ну и другие. Я там дам рекомендации, посмотрите. Хотел зачитать в завершении несколько идиотичных высказываний, но знаете что, решил сделать это в моей рубрике «Ответы на вопросы». Давно этого не было. Очень интересная, кстати, рубрика, где я зачитываю всякие фразы, высказывания, ну в том числе даю ответы на важные действительно вопросы. Рубрику тоже по ссылочке оставлю в описании. Ну и, в общем, думаю, в новом видео как раз вот то, что хотел. Зачитаю и отвечу. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.